Я рада вас приветствовать сегодня на очередном вебинаре Школы социального волонтёрства. И сегодня об опыте известнейшей организации благотворительного фонда «Старость в радость» расскажут опытные сотрудники этой организации. Татьяна Владимировна Николаева, руководитель волонтёрского отдела, Алена Юрьевна Лачехина и Ольга Сергеевна Блохина, координаторы волонтёрских проектов фонда в регионах, и Людмилы Николаевны Фельчуковы, координаторы проектов «Переписка» и «Поздравления открытками». Итак, передаю слово нашим спикерам. Я рада вас всех видеть. Я буду очень рада, если опыт нашей деятельности пригодится волонтёрам вашего движения. И, безусловно, самая большая радость будет, если мы будем с вами сотрудничать по каким-то вопросам, именно по вопросам помощи пожилым людям и инвалидам, потому что, когда речь идёт для нас о помощи пожилым людям, людям с инвалидностью, мы не разделяем от такой-то фонд или такое-то движение. Мы, наоборот, стараемся, чтобы все объединились. Помощи этой категории людей будем рады видеть. А Алёна сейчас расскажет, именно что можно сделать, потому что варианты помощи могут быть самые различные и даже самые простые. Сначала немножечко об истории фонда, если кто-то вдруг не знает. Фонд у нас начался с поездки девушек, учащихся у Филфака в 2006 году в дом престарелых, где они собирались, предполагали собирать какие-то фольклорные материалы. И когда они туда приехали, они обнаружили, что там бабушкам и дедушкам вообще не до фольклора, что всё как-то грустно и печально. Я сама в фонд пришла в 2009 году и начинала я со статуса внучка по переписке. Позже в Самаре мы начали есть дома престарелых. И я могу сказать, что с 2006 года к нынешнему времени в этих учреждениях произошли огромные перемены, огромные перемены во всех отношениях. И во многом эти перемены произошли благодаря нашему фонду, благодаря тому, что фонд разработал и участвует в внедрении системы долговременного ухода. Здесь вы на слайде видите наши достижения. Я считаю, что основные достижения – это именно внедрение в Россию системы долговременного ухода. Вначале, когда фонд только зарождался, когда он ещё не был фондом, преимущественно внимание и помощь оказывались пожилым людям и инвалидам, проживающим в стационарах, в интернатах. То есть сейчас мы поняли, достаточно давно уже поняли, что тем людям, которые живут дома, зачастую несравнимо хуже, чем тем, кто живёт в пансионатах. Потому что понятно, что в пансионатах как минимум крыша над головой есть, чистое постельное бельё есть, и четырёхразовое питание в наличии. Не нужно для этого никаких дополнительных усилий совершать. Но, кроме того, присутствует медицинский персонал, что тоже немаловажно для людей старшего возраста. Мы проводим в школах, в СУЗах уроки добра. И, как правило, мы спрашиваем у ребят, как вы думаете, что такое старость, и что в старости самое страшное. Младшие дети, как правило, говорят, что бабушка плохо видит, она плохо ходит с палочкой. Некоторые дети говорят, что стрельки не умеют пользоваться гаджетами, они не знают, как там в телефоне поставить себе какое-нибудь видео. Многие говорят о том, что мало денег, маленькой пенсии, они не могут себе купить то, что нужно. Но дети постарше, естественно, сразу определяют, что в старости самое страшное – это одиночество. И как бы все остальные проблемы, они уходят в какой-то мере на второй план. Причём вот эта проблема одиночества, она касается и тех людей, которые в одиночестве проживают дома, но она также есть и в пансионатах, где вроде бы люди живут в обществе, вроде бы вокруг них есть и другие проживающие, и сотрудники пансионата, но они также могут испытывать чувство одиночества достаточно острое. По данным соцопросов за 2019 год мы имеем вот такие вот результаты, что проблема одиночества реально стоит на первом месте у пожилых людей. Все остальные проблемы, даже финансовые, они всё-таки как-то не настолько тяжелы, и мы понимаем, что люди, которые живут дома, даже если у них есть родственники, они вполне могут быть одиноки, потому что родственники либо далеко живут, либо в связи с какими-то проблемами нарушено вообще общение с родственниками. Могут быть просто плохие отношения. Но для того, чтобы помочь пожилым людям, нельзя их судить, нельзя оценивать, что он сам виноват в том, что с ним не общаются дочь или сын. Если есть возможность, нужно просто помогать. Дело в том, что пожилые люди, они состоят в группе риска в плане когнитивных расстройств. Здесь вот вы сейчас на слайде видите различные факторы, которые усугубляют вот эту опасность расстройства именно когнитивного плана. Большинство из этих факторов либо некоррегируемы, либо они коррегируемы, но не лежат в области наших способностей, возможностей. Но есть один фактор – это одиночество, это недостаток общения, недостаток интеллектуальной нагрузки, которые мы можем исправить. И это именно волонтерская деятельность на это должна быть направлена, потому что никакое даже самое прекрасное государство не может решить проблему одиночества у массы пожилых людей и у массы молодых инвалидов, которые слишком редко выходят из дома или вообще не выходят. То есть это чисто волонтерская деятельность. Соответственно, все, что мы делаем, все мероприятия, которые мы проводим, они прежде всего несут с собой основную нагрузку – это именно общение. Сейчас мы с вами поговорим о том, какие мероприятия могут быть организованы именно волонтеры. В Фонде у нас достаточно много отделов, достаточно много программ, которые направлены на то, чтобы улучшить жизнь пожилых людей как в интернатах, так и живущих дома. Но мы с вами будем, конечно, говорить о волонтерстве, поскольку мы представляем волонтерский отдел. Для того, чтобы организовать поездку в дом престарелых или выход в дневной центр процессуона, нужно очень четко себе… Команда, которая собирается совершить такой добрый поступок, должна очень четко себе спланировать вообще все это мероприятие. Здесь вы видите несколько вариантов мероприятий, мы потом о ней поговорим подробнее. То есть это субботники, концерты, мастер-классы, игры, викторины, тематические чаепития, спортивные мероприятия. Любой из этих вариантов, он как бы возможен. Все эти варианты, они несложные. Если возникнет желание, мы поможем вам организовать любое из этих вариантов поездок или походов в спецессуон. Но самое главное то, что перед поездкой тот человек, который организует эту поездку, должен продумать мероприятие от и до, и каждый волонтер должен в поездке знать свое место, скажем так. То есть чтобы не получилось так, что вы приехали в дом престарелых или в психомераллический интернат так, как люди ходят в зоопарк, поглазеть. А как это они там живут? То есть каждый волонтер должен каждую минуту вот этого вот мероприятия знать, что он делает, где он делает, что он имеет право делать, а что он не имеет право делать. Тогда поездка пройдет хорошо, у волонтеров останется желание повторить такой свой волонтерский подвиг. А у бабушек, дедушек и сотрудников консионата не будет никаких моментов дискомфорта, никаких напрягов. Это очень важно. Нужно в то время помнить, что волонтер гость в том учреждении, куда он приходит. Важно всем волонтерам, особенно тем, кто едет первый раз, избавиться от иллюзий и грамотно правильно рассчитать свои силы. Многие волонтеры, которые едут первый раз в дом престарелых, полагают там увидеть красивых, румяных, нарядных бабушек, которые безмерно благодарны за любую то ли по вниманию, за все говорят спасибо, улыбаются и планируются. Но на самом деле может получиться совершенно иначе. То есть может к волонтерам выехать какой-нибудь корявый дядька на коляске и поприветствовать их матом от всей души, со всей широтой своей души и со всеми чувствами своего сердца. И кого-то это может шокировать. Потому что человек может выглядеть не особо аккуратно, может разговаривать, используя ненормативную лексику. Кроме того, может быть и такой вариант, что, допустим, кто-то приехал, вообще сказал, что приперлись и уехал. То есть обязательно нужно, чтобы волонтеры такой расклад предполагали, не были шокированы, не расстраивались, не брали это на свой счет, потому что характер пожилого человека может быть очень тяжелым. И, соответственно, чтобы это не омрачало поездку в целом. Очень важно, опять-таки, я повторюсь, вспомнить, что вы гости. Если вы приехали в пансионат, если вы пришли в процессон, в центр дневного пребывания, и нужно соблюдать определенные правила. То есть вы можете, например, пронаблюдать какую-то картину, которая вам окажется неуместной. Ну, допустим, грубое отношение сотрудника по отношению к проживающим. Или какие-то моменты неаккуратности, неопрятности, нечистоты. Замечаний по этому поводу делать вы не имеете права. Особенно, если вы не на постоянной основе ездите в это учреждение, а вот с каким-то разовым визитом туда попали. Очень важно задумываться над тем, какие вы делаете фотографии. Понятно, что волонтеры в поездке фотографируют. Если вы видите, что бабушка сидит в ночнушке, что, не знаю, там, под ночнушкой виден памперс, или что бабушка только поела, у нее следы еды на лице. Вот это фотографировать нельзя, не надо. И уж тем более, если вы такое случайно сфотографировали, ни в коем случае это нельзя выкладывать нигде в соцсетях, ни в группе, ни на своих личных страницах. Очень простой принцип. То есть посмотрите на человека и подумайте. Хотите, чтобы вас в таком виде выставили где-то на всеобщее ободрение? Если нет, не хотите, не фотографируйте. Потому что, во-первых, это в принципе неприлично. Во-вторых, бабушки могут оказаться родственники, которые потом еще могут вам и предъявить, что-то типа того, что, как это так, вот мою маму выставили в таком вот виде на всеобщее обозрение. Вот. Нужно понимать, что даже если среди вас есть какие-то специалисты, ну, не знаю, может быть, соцработники или медики, и вы видите что-то, что, по вашему мнению, неправильно в пансионате, опять-таки никаких претензий вы не имеете права высказывать. Можете там задать вопрос руководству в очень мягкой форме, почему это вот так, а мне казалось, что это может быть по-другому. Но, опять-таки, вот такое возможно, если вы уже на постоянку общаетесь с таким-то учреждением. А если это разовый визит, то лучше продержать свое мнение при себе. Давайте мы поговорим о том, кто у нас вообще проживает в домах престарелых. В домах престарелых живут пожилые люди и престарелые, которые утратили полностью или частично способность к самообслуживанию. То есть, допустим, бабушка вполне сохранна в когнитивном плане, но у нее перелом шейки бедра, она, разумеется, не может себя обслуживать. У нее нет родственников, которые могут каждый день и, собственно говоря, круглосуточим находиться с ней. Понятно, что в таких случаях она попадает в интернат. Это люди, которые при каких-то обстоятельствах потеряли свое жилье. То есть, они могут вообще быть вполне сохранными, да, и в когнитивном плане, и физически достаточно с охранами, но у них нет своего жилья, престарелый возраст. Жилье могут они потерять самым разнообразным способом. Это часто пожар, это могут быть мошенничества, иногда и мошенничества, действия со стороны родственников. В таких случаях тоже человек может попасть в интернат, это будет непросто, оформиться в пансионат непросто, особенно при наличии родственников. Ну, там такие варианты тоже есть. И еще есть небольшой процент проживающих в пансионатах. Это инвалиды детства. То есть, это люди с ДЦП, с какими-то еще там заболеваниями физическими, которые всю жизнь прожили с родителями, и зачастую они вот в таком своем детском, в эмоциональном плане состоянии прожили до 40, до 50, до 60 лет. А потом мама, папа умерли, и в результате человек, который не может обслуживать себя сам, опять-таки попадает в дом престарелых. Таким людям очень сложно. Они, как правило, социально плохо адаптированы, могут быть избалованными, потому что с ними родители носились там до 50 лет, как с детишками. Они сложно адаптируются, у них очень ранимая психика, я это знаю из опыта своих подопечных. Вот, то есть, ну, к этим людям нужен особый подход, особое внимание. Если мы будем говорить о психонерологическом интернате. Психонерологические интернаты бывают в нескольких, скажем, возрастных категориях, то есть, это детский до 18 лет, молодежный от 18 до 40 лет, и пансионат для пожилых – это от 40 лет и дальше. Но, как правило, в молодежном пансионате, если человек, когда попал в 18-летнем возрасте, своих подопечных стараются и после 40 они отдавать, то есть, они там как бы продолжают жить, пока там уже не прижмёт. Вот, потому что человек привык, потому что к нему привыкли. Вот, кто у нас живёт в психонерологических интернатах? Это, опять-таки, инвалиды, которые не могут себя обслуживать сами, социально неадаптированные, но до определённого возраста жили с родителями. Родители либо постарели, так что они не могут уже ухаживать за своими детьми, либо умерли, а человек попадает в психонерологический интернат. Большая часть проживающих в ПНИ – это люди, которые вообще никогда не были в СОПУ. Это люди с психическими отклонениями, которые после роддома практически сразу или в совсем юном возрасте попали в детдом, где находятся детки с такими вот отклонениями. Потом они перешли в детский детдом для детей-инвалидов, и потом они перешли в ПНИ. То есть, соответственно, они вообще в Милу никогда не бывали, вот, если только на каких-то экскурсиях, если хороший пансионат, если их вывозят. На самом деле волонтёры, не только корпоративные волонтёры, но и вообще волонтёры, в большинстве своём боятся лезть в ПНИ, ну, потому что считают, что там ужас, кошмар, страшно. На самом деле там весело, задорно и вообще прекрасно, потому что вы, конечно, не попадёте в отделение милосердия, где будут совсем, скажем так, плохенькие подопечные. Вы будете в отделении реабилитации, где у ребят вполне сохранен интеллект, где они физически более или менее здоровы. Но в отличие от бабушек и дедушек, они не стесняются выражать свои положительные эмоции. То есть, если, например, на концерте в Доме престарелых вы можете наблюдать, ну, просто такие вот, как бы, разнодушные, скучные лица, в психонерологии будет просто восторг и благодарность просто будет через края лица и брызгать со все стороны. Ну, вот, я сама до определённого момента боялась попадать в ПНИ, но когда попала, поняла, что, ну, это действительно классно, круто, и, как бы, отдача несравнима больше, чем в Доме престарелых, просто несравнима. Вот, давайте мы сейчас с вами посмотрим, какие акции можно проводить в Домах престарелых, в психонерологических интернатах, либо в Центре дневного пребывания при консессуарии. Самая простая акция – это, конечно, досуг организации концертной программы. У вас большая организация, я думаю, что среди ваших ребят есть поющие, ведущие, то есть те, кто смогут организовать какой-то концерт. Очень важно учитывать при проведении, вообще при планировании концерта, то, что если вы едете в Дом престарелых, это не должен быть концерт как таковой, что вы встали и поёте подряд 20 песен. То есть бабушки и дедушки быстро устанут, у них в состоянии, там, не знаю, болеть спина, что-то ещё, ну, то есть, короче, и они потянутся к выходу. Вот, поэтому в Доме престарелых, ну, в отличие, скажем, от ПНИ, песни точно нужно разбавлять какими-то интерактивами, какими-то играми, загадками, викторинами и всем таким прочим. Прям буквально 3-4 песни – какая-то игра. Такая, где они подвивались, где они так что-то как бы поделали или поотвечали на вопросы. Если вы захотите организовать поездку именно в этом формате, я вам расскажу, прям расскажу и покажу кучу всяких игр, которые не требуют особых затрат, не требуют никаких способностей от волонтёров, которые можно проводить в Доме престарелых. По большому счёту то же самое там в ПНИ, но нужно иметь в виду то, что в ПНИ вы поёте молодёжные, современные песни, они сами такие песни слушают, они смогут им подпевать. Если вы готовите концерт для Дом престарелых, то это песни из советских кинофильмов, советской эстрады, какие-то народные песни, то есть то, что им будет интересно, что они смогут подпевать. Потому что если это будут современные песни, то активность будет намного меньше. Может быть, и послушают песни прекрасные, поющие, но активность будет меньше. То есть если вы запланируете такого плана поездку, мы вам поможем и интерактивы включить, и проверим, какой у вас репертуар, насколько он подходит для Дом престарелых и для ПНИ, подскажем, как себя вести во время концерта и в чём волонтёры, ну то есть, допустим, один-два человека поют, но при этом присутствует ещё 5-6 человек, они тоже должны работать, волонтёры на этих концертах, помогать. Расскажем, что именно нужно делать всем волонтёрам, которые не поют. Хорошая акция – это уютный двор. Она актуальна, разумеется, весной и осенью. Это уборка территории. Причём это может быть уборка территории пансионата, а может быть уборка территории пожилых людей, которые живут самостоятельно дома, в частных домах и уже не справляются со своей территорией. То есть как бы всё заросло, чипыжник там выше головы, где-то мусор собрался во дворе. Волонтёрская помощь в этом направлении домашникам очень востребована. Как её организовать? Для этого нужно обратиться в ближайший процессор, ну, посмотреть, что у этого процессора есть подопечные дома, частные именно подопечные дома. И вам там с удовольствием подскажут, какие люди нуждаются в такой вот помощи. Что важно? Если мы организуем какое-то мероприятие для людей, которые проживают самостоятельно дома, мы не можем это мероприятие проводить проводить самостоятельно, вот как Бог на душу положил. Обязательно вход во двор, в дом пожилому человеку, который живёт один дома, ну и не один, может быть только с сотрудником процессора, то есть соцработчиком. Почему? Потому что таким образом вы обезопасите и пожилого человека от таких непредвиденных ситуаций, и волонтёров. Достаточно часто бывает так, что бабушка или дедушка с первого взгляда совершенно адекватны, когнитивно сохранны, но по факту есть деменция, которая вообще не видна с первого взгляда. И, допустим, волонтёры помыли окна, не знаю, там вынесли мусор, бабушка довольна, посидели, потом чай попили, а потом выясняется, что волонтёры украли там 7 тысяч рублей и сынули кофточку. Вот. У нас такие случаи были, это вообще достаточно регулярные случаи, поэтому вход в дом, особенно, да и во двор тоже лучше, только с соцработником. Как бы соцработник – это, во-первых, официальное лицо, при нём бабушка, дедушка не будут вас побаиваться, а вы не будете побаиваться того, что вас потом обвинят в каком-то ущербе или в краже. Вот. Это неприятный момент, но его лучше заранее знать, учитывать и как бы не нарываться. Вот, смотрите, здесь вот на картинках вы видите фотографии, волонтёры сажают на территории пансионата различные там как бы деревья. У нас у всех пансионатов есть какие-нибудь такие территории, есть клумбы. Сейчас для колясочников делаются даже специальные высокие клумбы для того, чтобы колясочники могли ухаживать за растениями, вот, ну, со своего уровня, да. Вот. В некоторых пансионатах есть огородики, в некоторых пансионатах есть даже теплицы. И пожилые люди зачастую, они очень любят высаживать там что-то такое из съедобного, вот, но мало в этих пансионатах удаётся рассаду вырастить. Соответственно, предваряя вот акцию «Уютный двор», можно проводить, очень хорошо это с детьми заходят, подготовительные такие мероприятия, то есть это в феврале-марте начать высаживать цветочки. Самые простецкие, бархатцы там, ну, то есть то, что не требует особых каких-то навыков садовода, огородника. Вот. Высаживать помидоры, ближе там к делу огурцы, опять-таки в феврале-марте высаживать перцы, баклажаны, то есть делать рассаду, и у вас те пансионаты, у которых есть свои огороды, есть свои теплицы, с удовольствием эту рассаду примут, а еще круче будет, если вы сами приедете вместе с бабушками и дедушками, все это сами посадите. Вот. Дети с огромным удовольствием принимают участие в таких вот мероприятиях, потому что здесь получает такой двойной эффект. Во-первых, ребенок видит, как из маленькой семечки проклюнулась там какая-то зелененькая листочка, а потом она начала расти, у нее разворачиваются листочки, то есть это, ну, прям хороший такой момент, ребенок постоянно это видит и ухаживает за этим растением, пока оно находится дома или там где-то в детском саду, в школе. Кроме того, в течение этого времени ребенок понимает, что он это выращивает для какой-то одинокой бабушки, для какого-то одинокого дедушки, у которых нету правнуков, таких, которые могут о них позаботиться. Это важный воспитательный момент. Ну, понятно, что зимой у тех людей, которые живут одиноко дома, возникает в частных дворах, да, возникает проблема со снегом. То же самое. Эта акция организуется через КЦСО. Вот. Заранее нужно узнать, есть ли у бабушки, дедушки либо инвалида лопата. Очень хорошо с этим справляется молодежь с чистой снега. Вот. Зачастую бывает так, что если прошел какой-то безумный снегопад, бабушка не может даже выйти в магазин или дойти до туалета, который на улице. То есть нужно просто собраться, расчистить и всем счастье. Вот. Ребята получили какую-то физическую нагрузку такую здоровую, бабушка или дедушка смогли выбираться из своего дома в туалет или в магазин. Летом, осенью очень в частных домах востребована помощь в уборке в огороде. Ну, или помощи в собирании урожая. Вот. Зачастую бывает даже так, что... Вот у нас просто так вот так и такие были ситуации. Когда бабушка картошку-то выкопать может, но она не может ее спустить в погреб. Вот. Ну, то есть просто как бы она там будет в погреб лазить с пакетиками по килограммам, потому что ни в поле щека она туда не спустит. Вот. То есть... И очень важно у сотрудников КССО, у соцслужб выяснять именно четко потребности, да, потому что может быть бабушка вполне может окна себе сама помыть. А вот, допустим, у нее проблема, что у нее там где-то на заднем дворе там кольцо разрушилось, которое вот ей нужно и ей удобно. То есть, ну, такой индивидуальный подход к каждому человеку, который живет в частном доме. Вот. И, соответственно, там не просто прийти и всем все покосить, а выяснить, что им нужно, какая им помощь нужна. Ну, организация такая, то есть через кольцо. У нас до сих пор, как вы понимаете, существуют частные дома, которые отапливаются дровами. Вот. Некоторые пожилые люди и инвалиды сами заказывают себе дрова. Кому-то их благотворители организуют эти дрова. Наш фонд закупает дрова. Бывает так, что дрова привозят либо неполотые, либо, допустим, колотые, да. Но это же в любом случае подъехала машина, все свалило и уехало. То есть те, кто доставили дрова, они ничего больше с этими дровами делать не будут. И все. Это просто стресс. Когда бабушка видит там 5 кубометров дров перед двором, да, еще и соседи говорят, убери там, что они здесь лежат, там пройти, невозможно. Вот. То есть мы совершенно элементарно. То есть мужчины колют дрова, если они не полоты, все остальные таскают и складывают красиво аккуратные поленицы. Вот. Я, например, вот очень любила в свое время складывать поленицы, когда у меня дед колол в дрова. Вот. По аналогии с акцией «Уютный двор» у нас есть акция «Уютный дом». Понятно, да? Вот. Она касается в какой-то мере больше все-таки пожилых людей, проживающих в стационарах, в том плане, что волонтеры могут, ну, во-первых, если у вас там есть какие-то художники, да, расписать стены, могут собрать картины хорошо оформленные, да, как-то, соответственно, сделать вермиссаж и после этого, допустим, когда посмотрели все картины вместе, выбрали себе картины бабушки и дедушки, показали, где им повесить. Сейчас во многих пансионатах не просто разрешено, а даже рекомендовано организовать живые уголки. Соответственно, можно привозить каких-то зверушек, естественно, только по согласованию с директором, потому что, несмотря на то, что рекомендовано, какие-то директора будет, наверное, нам это не надо, чтобы у нас тут какой-то там шин-шин-рин. Вот. Очень многие бабушки любят цветы, то есть, соответственно, можно выращивать в комнатные растения и им дарить. И здесь существует такой очень трогательный и важный момент, что те люди, которые проживают в пансионате, они, ну, то есть, нуждаются в уходе, получают уходы, а здесь получается так, что они тоже за кем-то или за чем-то ухаживают. Это важно. Это важно для осознания себя человеком, нужным, важным, как бы, интересным другим. Вот. На верхней картинке Анна Фёдоровна с двумя фиалками. Бабушка, она просто влюблена была в фиалки, и когда мы ей на день рождения подарили несколько даршков разных фиалок, это вот было просто неимоверное счастье. То есть, она это все расставила на подоконнике, поворачивала, так листиком, так листиком. Вот. Там какие фиалки уже были цветущие какие-то. Нет, она так ждала, когда они зацветут. То есть, все, у нее появилось дело. Она каждый день подходит к подоконнику, смотрит, пора поливать, не пора поливать. Вот. И на нижней фотографии Юра Шемелкин, это мужчина, который всю жизнь проработал помощником дрессировщиков в цирке. Он ухаживал за животными, ухаживал за большими кошками, за медведями, участвовал в дрессировке собак. И когда у него, то есть, у него вообще вся жизнь прошла в цирке, в каких-то поездках, передвижениях. Вот. И когда его разбил инсульт, и он стал таким достаточно немощным, бескомощным, вот. Он попал в дом престарелых, он передвигается на постылях, он очень высотый, длинный, такой тоненький. Вот. Вот. И он прям буквально впадал в депрессию. Прямо того, у него еще пониженное давление, и как бы вот, ну прям все, вот он угасал на глазах. Сейчас у Юрия Шиншилла несколько, сколько, я не помню, там сколько у него попугаев, огромная-огромная клетка, прям здоровая. По согласованию с остальными дедушками в комнате, у него стоят вот эти клетки. У него два аквариума, один аквариум на 460 литров, это очень большая банка, это прям очень большая. И несколько маленьких. И, соответственно, в депрессию ему впадать категорически некогда, потому что он с утра должен убраться в клетках, почистить аквариум, покормить этого, покормить этого, посмотреть там, что там у рыбки, не так там что-то это самое. Попросить, чтобы нашли в интернете, как полечить рыбку, отсадить мальков. То есть он просто занят весь день, вот, и никакой депрессии речи у нас уже не идет. Живет он в пенсионате уже достаточно давно. Я бы даже сказала, что он не постарел за это время. Вот. То, что касается людей, проживающих дома, понятно, что большинству пожилых людей и тем более каких-то там, ну, таких инвалидов с физическими какими-то ограничениями по здоровью требуется помощь в уборке. Повторюсь, только в присутствии соцработника, ну, либо соцработник приходит, когда вы пришли, и потом еще раз приходит, когда вы уходите. Вот. Очень часто бывает так, что бабушки не могут помыть окна, ну, огромные окна на балконе, либо просто вообще помыть окна. И серьезная проблема возникает, как правило, с тем, что, допустим, бабушка просит убраться в квартире, а у бабушки в квартире такой бардак, что просто ужасный кошмар, а при этом ничего выбрасывать нельзя. То есть, ну, волонтеры к этому должны быть готовы, да, что это Плюшкин, который натащил чего-то там чуть вниз по морю, вот уборка она хочет, а выбрасывать ничего не хочет. Каждый такой момент он решается индивидуально, и лучше действительно, ну, не знаю, помыть серединку, пол помыть серединке, протереть доступные полочки и оставить бабушку с ее, как бы, кошмарными залежами непонятно чего, ну, чем пытаться доказывать, что это надо выбросить, это надо выбросить. Это не под силу даже родственников, я вам из личного опыта скажу, вот уж тем более там не под силу волонтерам разгрести квартиру Плюшкина. Но в какой-то мере бывает часто так, что вот такие бабушки, они просят волонтеров на уборку тоже в качестве привлечения внимания к себе. Может быть, ей не важно, помыть у нее пол или нет, но с ней посидели, поговорили, сделали вид, что помыли пол, и ей еще впечатлений на неделю хватит. Она будет вспоминать, такие у вас были сережки, в чем вы были одеты, и что вы ей сказали. Вот. Ну, она заходит и в домах престарелых, и в центрах дневного пребывания в операционных салоны красоты. В большинстве домов престарелых сейчас есть приходящие перед мафией. То есть это человек, который там раз в месяц приходит и быстро-быстро всех стрижет, ну, как бы быстро, потому что он за голову получает денежку. Вот. Но волонтер это же по-другому, это же он спросит, как тебе нравится, как тебя уложить, какой цвет тебе волосы прокрасить, похвалит, что у тебя все еще хорошие волосы, прекрасно выглядишь, пообщается с тобой условно в процессе, да. Центр дневного пребывания, когда вот проходят салоны красоты, вот мы, правда, только один проводили, я про Самару говорю, наверное, в других регионах тоже проводят. Приходят бабушки, которые, ну, либо у них нет денег на парикмахера, либо жалеют денег на парикмахера. Вот. То есть, как бы, соответственно, ну, нужно учитывать то, что могут быть они капризными, какими-то еще, ну, это услуги востребованы. Еще очень востребована услуга, особенно для людей с ограничениями по физическому здоровью, это парикмахера на дом. Опять-таки тоже, вызвать на дом денег нету, либо не знает как, либо сложно, но если к ней прийти домой и сделать ей стрижку, покраску волос, не обязательно бабушка. Вот и дедушка также может хотеть, чтобы его хорошо постригали. У нас вот есть подопечная в Мариэл, она инвалид первой группы, колясочница. Вот. Из дома она выбраться, в принципе, не может вообще, потому что она живет на втором этаже, вот, имеет излишний вес, и как бы, ну, то есть не выходит она из дома с 19-го года. Вот. Но у нее прям вот мечта, она один раз вызывала парикмахера на дом, у нее мечта, чтобы ей делали какие-то стрижки. Она очень забавная женщина, очень такая прикольная, ей интересно общаться, и она любит, ну, какие-то неординарные какую-то себе внешность создавать, как-то накраситься, так оригинально. Вот. То есть вот она была бы счастлива, если бы к ней хотя бы раз в два месяца приходил парикмахер, делал ей какую-то новую стрижку, просил ей волосы, может быть, там что-то такое связанное с макияжем, подкрасить брови. То есть для тех людей, которые заперты в своей квартире, ну, вот этот вот вариант волонтерского участия, он прям вот переоценить невозможно. Вот. Сейчас я передам слово Людмиле, и она расскажет про свою программу. Спасибо. Друзья, вы можете столкнуться с такими волонтерами, которые не готовы выезжать в дома интерната, в ПНИ или к надомникам, но все равно хотят принимать активное участие в волонтерской деятельности или хотят подключить, например, в волонтерской деятельности своих детей. Вот акция по поздравлению открытками, она идеальна для такой категории людей, и вы можете с детками вместе сами сделать такую открытку, рассказать ребенку, для кого вы делали эту открытку, где такие бабушки и дедушки проживают, поздравить этого человека с днем рождения или с каким-то вот государственным праздником, отправить эту открытку вместе с ребенком, сходить на почту, опустить этот конверт в почтовый ящик, отправить по почте России, и у ребенка будет уже совершенно другое представление о том, как можно помогать. У взрослого человека будет понимание того, что и он тоже вместе с ребенком сделал хорошее, доброе, большое дело, при этом не затратил много финансов на это доброе дело, но открытка принесет много радости этой бабушке или этому инвалиду, который на день рождения поздравит вашу открытку с теплыми пожеланиями. Конечно, желать можно не все, что мы с вами друг другу можем пожелать, есть определенные рекомендации, что хорошо писать, а с чем, что желать нежелательно, что не рекомендуем. У нас это все есть в памятке, но эта акция, она подходит не только, допустим, для наших подопечных. Вы можете от этой открытки поздравить вообще-то и своих родственников. Это старая, забытая, давняя традиция поздравления открытками, и вы, и ваш ребенок, и ваши родственники могут просто вернуться в эти приятные моменты, когда из почтового ящика достаешь открытку от своих родственников с праздником. Тебя поздравляют, тебя помнят. И взять это вообще за правило, что к любому празднику вы пишете открытки нашим подопечным и вашим родственникам. Это все по семейной традиции может возродиться в вашей семье. Поэтому она проста, она подходит для любого возраста, для дошкольников, для студентов, для корпорантов. Любой человек, неважно, где он живет, где работает, может участвовать в этой прекрасной акции. И следующая у нас акция есть программа «Есть внуки по переписке», которая подразумевает, что если у вас есть желание, потребность, возможность писать письма, минимум одно письмо в месяц конкретной бабушке или конкретному инвалиду, который хочет переписываться и получать письма от волонтера, то эта программа как раз ровно для вас. Она имеет определенные правила. Вот туда вступая, в эту программу, вы даете как бы себе такое обещание и берете на себя определенную ответственность, которую желательно все-таки нести достаточно долгое время. Но мы все люди, у нас могут меняться какие-то жизненные обстоятельства и силы могут иссякать. Но она хороша тем, что вы индивидуально общаетесь с этим человеком. Вы переписываетесь по почте России, отправляете вот эти прекрасные письма в конвертах. И люди старшего поколения, они любят получать такие письма. Для них это отсыл туда, в молодость, когда это было принято с друзьями, переписываться с друзьями, обмениваться открытками с праздником или с днем рождения. То есть вот эта программа поздравления открытым, и внуки по переписке, это немножко два разных направления, и зона ответственности там немножко разная, но обе они прекрасны для тех людей, кто готов дистанционно в этом участвовать и радовать людей своим вниманием, своей заботой. Будем очень рады, если вы присоединитесь к нашим программам. Ален, передаю тебе слово. Коротенько я дальше, наверное, буду. Естественно, что в пансионатах люди обеспечены питанием, чистым бельем и всем таким прочим, и одеждой, но зачастую не обеспечены какими-то такими вещами, которые не входят в государственное обеспечение, например, материалами для творчества. А при этом во многих пансионатах есть культоргия, которая готова заниматься со своими подопечными различными мастер-классами и обучать их каким-то новым навыкам, но им не на чем это делать. Поэтому вполне возможны сборы. Сборы материалов для творчества, сборы, может быть, по согласованию средств по уходу, если этого где-то не хватает. И сборы вот таких вот штучек. Вот смотрите, здесь на верхней картинке девочка держит вот эти вот лабиринтики. То есть у многих детям покупали, детям, да, то есть когда дети были маленькие, покупали эти лабиринтики. Вот детям, которые выросли, они уже не нужны, а пожилым людям после инсульта или просто бабушкам, у которых уже проблема с мелкой натурикой руки, с ориентацией, деменция у них какая-то уже там процветает, вот это вполне пригодится, и любой пансионат вот такому дару будет очень рад. Раз уж мы про это поговорили, то можно сказать о том, что какие-то тренажеры можно создавать самим. Самый простой вариант это тактильные мешочки. Причем, вот я пытаюсь всем доказать, что тактильные мешочки это не для того, чтобы просто приятно было пожамкать что-то, а это должны быть наборы, с помощью которых психолог или культур может организовывать занятия с людьми после инсульта и с людьми, у которых есть когнитивные нарушения. Это мешочки, которые шьются попарно, из них можно, то есть если они еще сшиты по цвету, выкладывать, с радугу приговаривая, каждый охотник желает знать, вот, их можно раскладывать попарно, по цвету, по разным наклейкам либо этим самым нашивкам, вот, и по тому, что в них на ощупь. В них может быть на ощупь все, что угодно, главное, чтобы это не путалось, то есть это и крахмал, и синтепон, и пистонки, вот, которые на джинсах, то есть чтобы на ощупь это было, мы клали даже эти мелкие детальки от лего, вот, то есть когда человеку после инсульта с когнитивными нарушениями либо слепому дается корзиночка, и он должен разложить, допустим, вот на ощупь, то есть все равно, какого они цвета, все равно, что на них там наклеено, вот, очень такие простые тренажеры, можно собраться с волонтерами и изготовить. Если возникнет желание провести вот такую акцию, опять-таки, я вам прям живьем эти мешочки покажу, то есть у меня один набор специально лежит дома, расскажу, какого они должны быть размера, какой лучший материал, чем их лучше наполнять. Ниже вы видите тоже простенькие тренажерчики, которые тоже несложны делать самими. Более сложный тренажер, но здесь, конечно, уже по рукости должны быть люди, это бизи-борды и гиа-борды. Все это, бизи-борды, гиа-борды, тактильные мешочки, можно купить в магазинах, в интернете, но это стоит денег, и вот на это деньги пансионат, как правило, не выделяют. Прямо вот в каких-то совсем уж таких шикарных пансионатах можно понять, что вот, ну, узнать, что купили сами себе бизи-борды, например, да. Вот, бизи-борды тоже, то есть, если захотите сделать, расскажу вам как, потому что то, что мы видим в интернете, это не совсем то, что нужно. Это бывает достаточно часто закреплены предметы, это какие-то предметы явно лишние, а каких-то не хватает. То есть, покажу вам пример, у нас делали корпораты бизи-борды, вот, и как бы они работают, и мы их передалили в пансионат. Вот, очень хорошо заходят, и очень легко проводятся в пансионатах и в центрах дневного пребывания мастер-классы. Мастер-классы должны быть простецкими, вот как для детей. Почему? Потому что необходимо, чтобы у всех все получилось красиво, прекрасно, и чтобы принесло удовольствие, чтобы не было такого, что дело-дела, получилось пять фигней, застрелился человек, пошел класс. Вот, то есть, и, соответственно, мастер-класс, это не один ведущий, который пришел со своим набором материалов, это много волонтеров, которые каждой бабушке, каждому дедушке, каждому инвалиду помогают, их ручкой что-то там делают, вот, чтобы действительно получилось хорошо. Лучше всего заходят кулинарные мастер-классы, то есть, когда можно что-то вместе приготовить, потом вместе съесть. Вот, то есть, имбирные пряники с росписью, это прям, ну, классика жанра, но это могут быть и салаты, это могут быть и пельмени с разрешения администрации, учреждений, все что угодно. Вот, и очень хорошо, когда во всех мероприятиях, будь то мастер-класс, концертная программа или там что-то еще, принимают участие дети, потому что, ну, понимаете, да, что вот эти пожилые люди, они либо разлучены со своими внуками, правнуками, либо у них их, в принципе, нету, поэтому участие детей, оно сразу вообще разряжает атмосферу, все сразу становится весело, хорошо, задорно. И еще момент такой, что, например, угрюмые дедушки, которые, ну, не пошли бы на мастер-класс просто так, если они увидели ребенка, то они, возможно, за ним потянутся и будут там вместе с ребенком что-то делать. Вот, с начала пандемии, разумеется, когда мы поняли, что у нас встречи отложены вообще на неопределенное время с нашими подопечными, у нас возникла программа онлайн, как бы, мероприятий, вот, и когда пандемия закончилась, мы осознали, что мы с этим форматом уже не расстанемся никогда, он слишком уж замечательный, потому что эти онлайн мероприятия, они работают на всю страну. Сейчас у нас проводится просто масса всяких разнообразных мероприятий, это и концертные программы, и викторины, и мастер-классы разной сложности, танцы на колясках, пальчиковой гимнастике, встречи с интересными людьми, что только. Вот, вы можете также принимать участие в этих онлайн мероприятиях, подготовить какой-то концерт или подготовить тот же самый мастер-класс, и тогда у вас получится так, что в этот мастер-класс проводите на много-много пансионатах из разных регионов, а не для вот конкретных бабушек, которые живут в одном домике. Вот, организация, соответственно, с нашей стороны, то есть вы что-то готовите, предлагаете, и вас наш координатор Таисия включает в программу онлайн. Хочу рассказать отдельно о программе, которую мы ведем мы с Олей. Это интеллектуальная игра онлайн, что, где, когда. Прямо вот очень рекомендую подумать над этим вариантом. У нас порядка 20 команд по России, причем как в домах общего типа, то есть там, где живут бабушки и дедушки, так и в психонерологических интернатах, где собрали команды по 8 человек, в каждой команде есть капитан, вот, и команды очень разные по силе, то есть есть такие-то команды, ну, слабенькие, надо подсказывать, есть команды крутые, прям очень крутые. Сначала каждая команда играет со мной, для того, чтобы мы поняли с Олей, какой уровень у этой команды, а потом они играют против друг друга, мы ставим, конечно, так, чтобы это сильная команда против сильных, но еще к лучшим играть против волонтеров, то есть, когда они играют не с такими же дедушками и бабушками, только, допустим, Карелия, с Татарстаном, а с молодыми ребятами, вот, у нас школьники в этом году подключились, весной у нас несколько, тоже из разных регионов страны школьников сыграли, вот, и далеко нельзя сказать, что прямо вот у нас корпоративные волонтеры и школьники выигрывают, нет, то есть, зачастую бывает так, что неожиданно наша команда оказывается круче. Можете проверить свои силы, присоединяйтесь, с удовольствием примем вас вот в этот формат. Ну, повторюсь, что чем бы мы ни занимались, какой бы формат мероприятия мы ни организовывали, самое главное – это общение, вот, и, как бы, в любом случае нужно вот именно упор делать на этом. Смотрите, у нас есть еще один вебинар «Осознанное волонтерство». Мы его проводим для тех, кто уже решил, в каком формате он будет участвовать в нашем движении. Вот, на этом вебинаре мы рассказываем о том, какие могут быть подводные камни в общении с пожилыми людьми либо с инвалидами, вот, как избежать неловких ситуаций, как отвечать на вопросы, какие вопросы задавать нельзя, о чем говорить нельзя, вот, но этот вебинар, он занимает тоже достаточно много времени. Поэтому я думаю, что сейчас вас грузить еще этим не стоит, вот, если вы решитесь организовать поездку с таким бы то ни было форматом, мы проведем для вас вебинара «Сознанное волонтерство». Спасибо. Будет, хочется ли еще кому-то что-то сказать из наших спикеров, если… Знаете, немножко просто, да, может быть, пока те присутствующие в небольшом количестве вдруг у них возникнет какой-то вопрос, пока они думают, как сформулировать вопрос, если они есть, если они остались. Я хочу просто сказать и для присутствующих, и для тех, кто… Я надеюсь, кто-то еще будет смотреть записи нашу встречу сегодняшнюю, те, кто не смог по разным причинам присоединиться. Почему важно, да, почему важно вообще, почему мы призываем помогать пожилым людям всех? потому что вообще, на самом деле, скажу немножко крамольную мысль, но мне все-таки кажется, что волонтерство успешно тогда, когда человек в этом волонтерстве реализует свои какие-то внутренние потребности, да, то есть волонтерство, это не секрет, что оно всегда достаточно эгоистично, человек для себя это делает в первую очередь. А если мы говорим про помощь пожилым, это же не только помощь, это еще перестройка отношения всего общества к проблемам пожилых людей, чтобы они перестали быть незаметными, чтобы их стали замечать, замечать их, как они живут, замечать, что они вот точно такие же, у них остался такие же интересы, как были когда-то, и каждая индивидуальность, то есть вот это, к чему мы призываем убрать обезлечивание старости, а наоборот, обратить внимание на проблемы пожилых людей, и почему это важно, именно потому, что при самом благоприятном, как бы это странно ни звучало, при самом благоприятном раскладе жизни каждого, кто будет нас слушать, и вообще каждого человека, то есть самый благоприятный расклад каждого человека это старость, то есть в конце концов, при самом благоприятном раскладе мы доживем до старости, и вот мы сейчас строим такое общество, в котором нам хотелось бы стареть, и мы всех призываем строить именно такое общество, в котором им было бы комфортно стареть, им, их детям, их родителям, их родственникам, их друзьям, потому что именно задача наша сделать старость комфортной. Вот к этому я и призываю всех, собственно. Мы были рады, если наше сегодняшнее выступление вам пригодится, мы будем рады помочь вам организовать любую акцию по помощи пожилым людям, инвалидам. Так что обращайтесь, пожалуйста. Спасибо большое. Вас всех благодарю. Друзья, участники нашего вебинара, может быть, у вас появились какие-то вопросы. Вы можете написать, представить, откуда вы, из какой вы организации, что вас интересует. Может быть, у вас есть какие-то волнующие вас кейсы, связанные с волонтерством, какие-то вопросы, запросы. Давайте сейчас есть возможность задать вопрос. У нас есть четыре сотрудника фонда. Есть возможность прям прицельно задать вопрос. Если нет возможности включать видео и звук, можно написать в чате. Я сейчас отправила наши контакты по темам, то есть кто чем занимается, кому-то к этим вопросам обращаться. Да, отлично. Спасибо большое. Это очень ценно. Может быть, пока еще, если кто-то формулирует какие-то запросы, хотела спросить, а есть ли у вас какой-то источник, какая-то копилка, наработка каких-то письменных, может быть, материалов, правил, памяток, каких-то правил. Вы сегодня рассказали об огромном количестве очень интересных форматов работы с подопечными. Может быть, есть на сайте какие-то разделы, где есть такие общедоступные материалы, с которыми тоже можно познакомиться, кроме того, чтобы задать какие-то вопросы конкретно вам. Может быть, есть такой источник? Я не знаю. На сайте у нас, по-моему, нет такого источника, где можно посмотреть то, что мы сегодня вам рассказывали, то, что мы можем рассказать на вебинаре «Осознанные волонтеры». Как-то на сайте такой... Вроде бы как по отношению к сайту такого запроса не было. Зато у нас есть чудесная группа, которая называется «Копилка идей», в которой в культурге выкладывают различные мастер-классы, которые можно проводить. И я сама эту группу иногда просто с удовольствием листаю, потому что какие-то неожиданные совершенно бывают такие простые форматы. То, что касается мастер-классов, я не имею в виду. То есть можно посмотреть на мастер-класс, можно там найти что-то интересное. А где эту группу можно посмотреть? Если вы наберете ВКонтакте «Копилка идей», я думаю, что там вряд ли есть одноименные группы. Сейчас поищем. Ссылочку в чат дала. А, Даля, спасибо большое. Отлично, отлично. Копилка идей, замечательно. Но надо сказать, что там больше про волонтерство, безусловно, но у нас еще есть одна из сфер деятельности – это инклюзивное волонтерство. Мы привлекаем к волонтерской деятельности людей с нарушениями здоровья, с ментальными нарушениями. И там вот именно очень много для них мы стараемся выложить. Но, опять же, этими идеями может пользоваться и культорганизаторы, и в поездке, и на любых мастер-классах, и угодно. Хорошо. Так, Жанна, Анна, Светлана, может быть, есть у вас вопросы, какие-то запросы, чем-то хотелось бы поделиться, спросить. Столько было интересной информации. Я вот знакома с деятельностью фонда «Старость радость» уже сама довольно давно, и сама раньше отправляла эти открытки. Я помню, как-то торжественно ходила на почту, и этот пул открыток отправляла, какая-то была подготовка. И я даже сама немножко была даже координатором раздачи адресов какое-то время. Тоже как раз была в декрете, ребенок был маленький, и там, ребенок где-то здесь, и вы же тогда раздаете адреса по e-mail, которые запрошены. То есть тоже есть опыт прикосновения к фонду, и вот видео-волонтерство тоже. Тоже имею большую честь тоже сама проводить танцевально-познавательные занятия тоже для подопечных из самых разных учреждений по всей стране, и каждый раз для меня это очень прям такая классная история. Поэтому я вот сама пример человека, который вот тоже волонтерит в фонде «Старость радость», и это, конечно, большой ресурс, большая радость, счастье. И поэтому, да, кто будет тоже смотреть этот вебинар, я вас тоже призываю участвовать. Если вам откликнулись какие-то форматы помощи, о которых говорили наши спикеры, сколько всего можно сделать, да, и очно, и дистанционно, даже если совсем есть мало времени, отправить эту открыточку, проходя там, на работу запустить почтовый ящик, это вообще очень-очень быстро всё можно сделать. А кто-то возьмёт, вот как я видела у вас на фотографии, да, развернёт, будет читать буквально со слезами на глазах и другие форматы работы. Это очень здорово. Друзья, ну что, у нас сегодня прям такая активность не очень большая в чате. Видимо, уже такой ещё пока август, такая немножко идёт раскачка, летний режим. Вот, я ещё даю последнюю возможность задать вопросы, да, если кто-то хотел спросить что-то, да. У нас здорово, что у нас есть контакты, можно будет обратиться, если что, напрямую, но если вот сейчас в прямом эфире задать какие-то вопросы, то, мне кажется, нюансов-то на самом деле может быть очень много разных, огромное количество разных форматов, и в рамках каждого действительно вот и мне прям очень понравились вот эти идеи с тактильными мешочками, вот эти самодельные геоборды и бизиборды. Это такая вообще тоже неисчерпаемая тема, мне кажется, для своего творчества и возможность вот через это творчество помогать людям, в том числе тем, кому это нужно после инсультов, после каких-то серьёзных болезней восстанавливаться. Это прям вот для себя сегодня тоже вот какие-то моментики я тоже взяла. Я думаю, да, те, кто будет смотреть, тоже для себя это найдут. Ну, наверное, сейчас я смотрю, пока больше, наверное, вопросов нет. Может быть, если вдруг кто-то из наших спикеров что-то захотел, ещё что-нибудь сказать, бывает такое, что мысль приходит чуть попозже, если хотели бы ещё что-то добавить, то есть такая возможность. Мы сегодня прям очень быстро уложились, фактически в один час. Если есть желание что-то ещё добавить, то можно. И я правильно понимаю, что попасть на этот вебинар интерактивный, о котором вы говорите, Алёна, можно, если какую-то заявку подать, да, на участие? Да, напишите мне или Ольге, назначим время. Но, конечно, для проведения такого вебинара нужно, чтобы на нём собрались волонтёры, которые же реально собирают, планируют участвовать в мероприятиях, то есть которым это интересно, которые как бы нуждаются в таких вот советах. То есть не просто послушала и ничего. Ну, потому что если это рассказывать для людей незаинтересованных, которые просто как бы там, ну, узнали о такой форме волонтёровства, как помощь пожилым людям, ну, смысла нету. То есть это должно быть. Соберёте команду, соберёте куда-то ехать, придумайте какой формат, или не придумайте даже какой формат, ну, прям точно настроить там 10-12 человек поедут. Мы для вас тогда проведём такой вот кабинет. Ну, это, по сути, уже как такие персональные, как малый групп, да, какие-то уже прицельные вебинары, которые связаны с цеплёнными навыками, да. У нас на таких вот вебинарах, как сейчас, это такие общепросветительские вебинары, да, то есть человек может посмотреть и увидеть, что есть и вот такие форматы помощи, и задуматься, и уже, например, конкретно обратиться в вашу организацию или захотеть что-то сделать на месте, уже свои инициативы какие-то организовывать тоже, пользуясь вашим большим опытом, тоже каким-то, посмотрев на образец, как это может быть, как это всё выстроено и проговорено. Поэтому, да, это у нас есть такая возможность людям рассказывать и давать вот целую палитру разных волонтёрских технологий, волонтёрских форматов, и каждый уже может для себя что-то почерпнуть и использовать либо самостоятельно, либо вместе с конкретной организацией. Хорошо, спасибо ещё раз большое. Я благодарю всех, благодарю Алёну Вас, Татьяну, Ольгу, Людмила, благодарю наших участников, спасибо большое ещё раз, что вы сегодня нашли время. Я понимаю, какой огромный объём работы вы делаете в организации, нашли сегодня время, чтобы подсоединиться и нам столько всего интересного рассказать. Ещё раз вам огромное спасибо. Запись этого вебинара будет доступна через некоторое время на YouTube-канале Школу социального волонтёрства, а также в наших социальных сетях и на Дзене, тоже нашего движения, тоже Школу социального волонтёрства. Поэтому обязательно можно будет кому-то пересмотреть. И я уверена, что очень многие люди, кто сегодня по разным действительно причинам не смог, не посмотрят уже в записи, ознакомятся с содержанием этого вебинара и тоже, возможно, зададут какие-то вопросы. Мы тогда, наверное, ваши контакты запишем тоже туда, под видео, чтобы люди могли тоже к вам обращаться. Ещё раз огромное спасибо. До новых встреч. До свидания. Всего хорошего.